МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как защитить свои права на работе? На что заранее обратить особое внимание при этом трудоустройстве? В каких случаях может помочь прокурор? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по надзору с соблюдением закона в социальной сфере прокуратуры Чувашской республики Александр Данилов. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Здравствуйте. Александр Евгеньевич, скажите, пожалуйста, часто ли граждане обращаются в органы прокуратуры по вопросам о защите трудовых прав граждан? Насколько вообще сегодня высок уровень правовой культуры современного работодателя? Старается ли он вообще соблюдать законы в части работников? И все-таки хотелось бы узнать, насколько велика готовность нарушить закон именно в целях коммерческих, которые он преследует? Действительно, с каждым годом количество обращений по трудовым вопросам в органы прокуратуры республики не уменьшается. При этом можно судить о том, что если раньше граждане обращались в основном по вопросам невыплаты заработной платы, то теперь многих интересуют вопросы также надлежащего оформления трудовых отношений, уплаты страховых, взносов в пенсионный фонд, в фонд социального страхования и многие другие вопросы, связанные с трудовой деятельностью. Большинство обращений, конечно же, подлежит удовлетворению, удовлетворяется, и органами прокуратуры принимается полный комплекс мер проростного реагирования в целях защиты трудовых прав работника. Но незачастую бывают ситуации, когда органы прокуратуры по тем или иным причинам не могут действительно установить, нарушены ли трудовые права, так как работодатель уже либо при трудоустройстве работника попытался скрыть возможные нарушения, либо же он их скрыл после того, как уволил работника, или в период перед проверкой. К сожалению, такое имеет место быть. То есть я так понимаю, что гражданину лучше самому позаботиться заранее об оформлении надлежащих трудовых отношений при приемной работе. Да, совершенно верно. Действительно необходимо позаботиться о том, чтобы был составлен трудовой договор в двух экземплярах, который имеет одинаковую юридическую силу как для работника, так и для работодателя, чтобы этот трудовой договор хранился на руках у работника, и чтобы он в обязательном порядке соответствовал условиям статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации и содержал в себе обязательные требования. В первую очередь, конечно, необходимо обратить внимание на заработную плату, на сумму заработной платы, которая указана в Трудовом договоре. Потому что вот именно здесь и начинается первое нарушение, когда работодатель может применить впоследствии серые схемы оплаты труда и скрыть часть заработной платы работника. Ну, к примеру, допустим, работник устраивается на работу, при этом уговорится сумма 15 тысяч рублей. А фактически в Трудовом договоре указано 6 тысяч рублей. Это как-то может неблагоприятно отразиться на работнике? Да. Раз указана сумма 6 тысяч рублей в Трудовом договоре, то, естественно, работодатели, все платежные ведомости, все бухгалтерские документы будут... В них будет прописывать именно сумма заработной платы 6 тысяч рублей. И, соответственно, и все взносы во все фонды будут исходить из этой суммы. Работнику очень тяжело доказать то, что он действительно получает большую сумму. Часто работники сами говорят о том, что вот мы расписываемся в ведомостях, в которые стоит сумма 15 тысяч рублей. Еще мы расписываемся в другой ведомости, но там сумма вообще никакой не стоит. Естественно, при проверке найти ведомость, в которой указаны полные действительные суммы, практически невозможно, потому что работодатель хранит их необязательно по месту нахождения своего юридического лица организации. И доказать то, что действительно работнику нужно заплатить большую сумму, фактически тут очень тяжело. Сангвич, ведь многие, к сожалению, вынуждены устраиваться на работу к работодателям на тех условиях, которые они предлагают, в том числе и на незаконных условиях, без оформления трудовых отношений надлежащим образом. Как быть работником, а эти могут остаться и без работы, и могут не устроиться на работу? Как им в этой ситуации себя вести, если все-таки они согласились работать на таких условиях? Да, но прежде всего, наверное, лучше отказаться от работы у такого работодателя нерадивого. Но если действительно ситуация такова, что работать надо, и работник идет работать к такому работодателю, то необходимо позаботиться, по крайней мере, о фиксировании фактов своей работы, в первую очередь, фактов получения заработной платы в ином размере, чем указано в трудовом договоре. Для этого нужно, допустим, сохранить у себя какие-то документы, связанные со своей трудовой деятельностью, либо заручиться показаниями свидетелей. Свидетелей, да, обязательно. Тех же самых работников, работающих. Именно в суде, так как трудовые отношения, если они не оформлены надлежащим образом, подлежат установлению в судебном порядке, то для суда очень немаловажную роль имеют именно свидетельские показания тех людей, которые работали с этим гражданином, который вынужден был обратиться в суд за заказыванием факта своей работы. Действительно, если свидетели подтвердят то, что мы были подчинены определенному графику работы, мы получали заработную плату, нам определяли фронт работы, то у суда есть веские основания признать трудовые отношения с конкретной организацией и взыскать соответствующие суммы заработной платы, если они не были выплачены. Опять же, работник очень уязвим в этой ситуации, поскольку сам размят заработной платы ничем не установлен, трудового договора нет, и фактически получается, что ему приходится рассчитывать на взыскание той заработной платы, которая установлена в количестве минимального размера оплаты труда. Так я понимаю? Да, либо же, если применялась дельная оплата труда, если есть какие-то акты выполненных работ, что вот, допустим, мы сделали такую-то работу, за нее полагается вот такая-то сумма. Суд может взыскать именно вот эти суммы, которые указаны в актах. Вот в последнее время часто приходится видеть объявления оформления по трудовому договору, социальный пакет и так далее. Вам не кажется, что это несколько выглядит цинично и как бы насмешка для граждан, поскольку все-таки, я так понимаю, работодатели должны и так оформлять трудовой договор, выплачивать пособия, в том числе и по времени трудоспособности и так далее. И поэтому подобные фразы, мне кажется, что они не должны вообще прописываться, и с этим корректно, поскольку все-таки это и так соблюдение требований закона. Да, абсолютно с вами согласен. В данном случае, наверное, само состояние с соблюдением трудового законодательства вынуждает некоторых работодателей пойти вот на такую приманку для работника, как указание, что полный соцпакет будет вам выдан, выплачиваться, оформление в соответствии с трудовым кодексом. Но действительно, это работодатель должен сделать и так. То есть это говорит еще о том, что все-таки уже стало нормой не оформлять по трудовому договору, не предоставлять соцпакеты и так далее. Когда кто-то это делает, получается, это как будто бы уже из ряда вон выходящий случай, и здесь работники должны, соответственно, устроиться. Да, и еще могу отметить, что это особенно характерно для субъектов малого бизнеса, малого среднего предпринимательства. Для крупных предприятий это абсолютно не характерно. Таких фактов на территории республики за прошедшие два года не выявлялось. А приходилось ли прокуратуре на практике доказывать факт наличия трудовых отношений для того, чтобы взыскать зарплату в пользу работников? Несмотря на то, что это затруднительно, как мы знаем, но тем не менее, были ли такие случаи? И могли ли органы прокуратуры защитить таких работников, которые все-таки не оформят трудовые отношения? Да, приходилось и не раз. Многие работники, которые родом из Чувашия, вынуждены выезжать на заработки в соседние регионы, в Москву, и там сталкиваться с такой проблемой, что трудовые отношения с ними не были оформлены. Но, к сожалению, это и в нашей республике практикуется некоторыми работодателями. Трудовые отношения не оформляются никаким образом, полностью игнорируются все требования трудового законодательства, и поэтому прокуратура республики в случае обращения гражданина в органы прокуратуры с соответствующим заявлением, соответствующим статьей 45 Гражданского процессуального кодекса, выходит в интересах этого гражданина в суд, доказываем сами наличие трудовых отношений, опрашиваем свидетелей, представляем суду документы, которые подтверждают факт работы работника у работодателя. И у нас наша практика действительно свидетельствует о том, что большинство исков таких удовлетворяется. — Были ли какие-либо яркие примеры, допустим, в прошлом году, когда именно органы прокуратуры обращались с подобными исками? — Наиболее хочется привести пример работы прокуратуры Калининского района города Чебоксары, так как там иск был подан не в интересах даже одного работника, а нескольких работников о наличии трудовых отношений с работодателем, который находится за пределами Чувашской республики. Иск был полностью удовлетворен в полном объеме. — Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. — Прокуратура Калининского района города Чебоксары постоянно изучается и контролируется соблюдение законодательства в сфере оплаты труда. Ежемесячно проводятся проверки на предприятиях и организациях. Так, прокуратурой района по коллективным обращениям работников общества с ограниченной ответственностью Калининсистемс проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Было установлено, что данным юридическим лицом были заключены государственные контракты с прокуратурой Республики Мордовия и Федеральным государственным учреждением здравоохранения, Центром гигиены и эпидемиологии Московской области по уборке помещений и прилегающих территорий. Проверка показала, что обществом с ограниченной ответственностью Калининсистемс письменные трудовые договора с работниками не заключались и имелась задолженность по заработной плате. По результатам проверок прокуратурой Калининского района было направлено в суд 5 исковых заявлений в интересах 76 работников о взыскании задолженности по заработной плате и установлении фактов трудовых отношений. Калининским районным судом город Чебоксары вышеуказанные исковые заявления были полностью удовлетворены. Также в отношении руководителя общества, ограниченной ответственностью Калининсистемс было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 Кодекса административных правонарушений и он был оштрафован на 5 тысяч рублей. Также в отношении юридического лица было возбуждено дело по вышеуказанной статье Кодекса административных правонарушений и также было оштрафовано на 40 тысяч рублей. Какие еще должны быть документы оформлены при приеме на работу, кроме трудового договора? Ну, конечно, это приказ о приеме на работу, который издается в соответствии с условиями трудового договора и объявляется работнику под роспись. Далее работодатель должен ввести трудовую книжку работника. Если работник устраивается впервые, то заводит трудовую книжку, делает соответствующую запись. Эта запись подтверждает наличие трудовых отношений. Даже в отсутствии приказа о приеме на работу. Часто приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда при фактическом наличии трудовых отношений заключается договор гражданского правового характера. Как я понимаю, это делается намеренно для того, чтобы нести ответственность за нарушение трудовых правового работника. Как поступить гражданин в этой ситуации, когда действительно имеют место трудовые отношения, но с ним заключается гражданско-правовый договор? Действительно, Трудовой кодекс предусматривает установление факта наличия трудовых отношений в судебном порядке. При этом, если работник был подчинен определенным правилам внутреннего трудового распорядка, ему было определен время рабочее и время отдыха, если он был подчинен иным локальным правовым актом, действующим на предприятии, то имеют место фактически трудовые отношения, которые завуалированы в гражданско-правовые. Например, заключаются договоры возмездного оказания услуг. Либо строительного подряда. Либо строительного подряда, да. А на самом деле это чисто трудовые отношения, когда работник подчинен полностью работодателю. Как в этой ситуации поступить самому работнику? Есть ли у него какие-то вообще перспективы для того, чтобы в случае нарушения его трудовых прав, именно трудовых прав, можно было бы привлечь к ответственности работодателя? Действительно, в таких случаях тогда, поэтому ему нужно обратиться в суд, либо в органы прокуратуры с обращением. И представить, возможно, те документы, которые подтвердили бы характер их отношений. В этом случае даже можно потребовать в исковом заявлении в первую очередь это установить факт наличия трудовых отношений. И, во-вторых, если заработная плата не была выплачена, то вторым пунктом предъявить требование о выплате заработной платы. Спасибо. Хотелось бы остановиться на нарушениях законодательства связанных с оплатой труда. Каким вообще образом прокуратура может узнать о наличии задолженности по оплате труда в конкретной организации либо у конкретного предпринимателя? Всегда ли гражданину необходимо обязательно обратиться с жалобой, либо с заявлением для того, чтобы прокуратура приняла меры какие-то прокурорского реагирования в целях именно устранения нарушения прав граждан? Действительно широкий спектр органов, которые прямо или косвенно могут сообщить органы прокуратуры о невыплате либо о нарушении сроков выплатной заработной платы на предприятии. В первую очередь сюда следует нести органы статистики Чувашстат, который ежемесячно в прокуратуре республики представляет сведения о предприятиях, которые сообщили сведения о нарушении срока выплатной заработной платы. Кроме того, всеми прокуратурами городов и районов истребуются сведения из налоговых органов, из органов пенсионного фонда, из службы судебных приставов. Кроме того, проводятся сверки с судами. Все это позволяет выявить, например, информацию, поступающую из налоговых органов, свидетельство о наличии задолженности у предприятия по уплате налога на доход физических лиц. Естественно, если, скорее всего, предприятие не заплатило этот налог, то оно и не заплатило заработную плату. В таких случаях в обязательном порядке проводятся проверки. Но ведь работодателю может представить те же самые сведения в органы статистики, допустим, недостоверные, или скрыть вообще факт наличия задолженности от органов статистики и представить информацию, что как будто бы задолженности нет. Как-то в этой ситуации прокуратура все равно может выявить такие факты и принять соответствующие меры? Да, факты такие выявляются и принимаются такие меры реагирования, после которых работодатель уже не может игнорировать требования закона о сообщении в органы статистики. То есть, есть какая-то ответственность, я так понимаю, за это? Да, это статья 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание в виде штрафа. Органы прокуратуры и в прошлом году, и уже в этом году возбуждали такие административные производства. Ну, к примеру, в каком районе, например? Например, Маргаушский район. Прокуратура Маргаушского района сама в результате проводимого мониторинга выявила предприятие, это сельскохозяйственное предприятие, в котором в январе уже сформировалась задолженность по заработной плате, однако за январь руководство данного предприятия, сельскохозяйственного сведения в Чувашстат не подало. И орган прокуратуры Маргаушского района возбудила производство по статье 13.19, внесла представление, и после этого уже в настоящее время, вот я и на прошлой неделе получил сведения Чувашстата, там проходит это предприятие в качестве должника, полностью учитывается его задолженность. Спасибо, давайте покажем сюжет об этом. Строительство сфенофермы, приобретение новых тракторов и комбайнов, закупка семян и удобрений. За два года в хозяйстве «Свобода» накопили огромные долги перед банками. Когда пришло время их возвращать, дела на предприятии пошли неважно. Выплаты по миллиону рублей в месяц. Первым делом покосили кредиты, взятые еще в 2010-м, на минимизацию последствий засухи. К концу прошлого года работникам хозяйства пришлось потуже затянуть пояса. Сейчас на банковские счета хозяйство отчисляет по полмиллиона рублей. Но финансовое состояние предприятия от этого не улучшается. Выручка минимальная, зарабатывать удается только на продажу молока. А тут на носу и весеннеполевые работы. Расходы немалые. Необходимо приобрести несколько тонн ГСМ, гербициды и удобрения. Трудно будет как выдавать. Но поступления в урочки же мало. Только продаем молоко. Не хватит там на зарплату. Кредиты надо платить где-то в феврале месяце. Сейчас где-то 600 тысяч надо платить. Около 900, ну там 900 с лишним тысяч. Выручка, да. 700 тысяч кредит платить. Нечего давать. Очень тяжело, конечно. Пока хозяйство выплачивает кредиты и готовится к страде, копятся долги перед работниками. Заработную плату за ноябрь и декабрь они получили недавно. Деньги на счетах предприятия появились после продажи племенного скота. Что делать дальше – вопрос сложный. Сейчас на ферме содержат только поросят. Реализовать их невозможно. Откармливать животных будут до конца апреля. Прогнозы далеко не оптимистичные. По всей видимости, на сухом пайке работникам свободы придется просидеть и всю весну. Основную часть урожая они уже распродали. И на сегодняшний момент все-таки они, как они предположили, задолженность будет оставаться, потому что будут дальнейшие расходы, которые связаны с посевом. По внесенному представлению, которое мы вносили, они обещали рассчитаться с той задолженностью, которая была хотя бы за 2012 год. Справка предоставлена буквально 2-3 дня назад о том, что долг полностью закрыт. Сейчас предприятие должно выплатить своим работникам больше 1 миллиона рублей. Некоторые, не дожидаясь денежных выплат, вместо зарплаты вывозят из хозяйства солому, зерно и живых поросят. На горизонте новые проблемы. Цены на мясо снижаются, затраты на его производство могут и вовсе не окупиться. Тогда хозяйство увязнет долговой яме еще глубже. Однако закон суров, но это закон. И ответственность перед работниками никто не отменял. Александр Евгеньевич, хотелось бы подробнее остановиться на мерах прокурорского реагирования на выявленное нарушение закона, в том случае, если действительно в ходе проверки проведенной прокуратуры будет подтверждено, что имеет место нарушение права граждан. Какие меры могут быть приняты, которые предусмотрены законодательством? Наиболее распространенный акт реагирования в данном случае представление об устранении нарушения законодательства, оно вносится в адрес руководителя предприятия, нарушившего законодательства, и подлежит рассмотрению им в течение одного месяца. Об этом сообщается в органы прокуратуры, прокурору, который внес представление руководителю. Следующей формой, наверное, является привлечение нерадивого работодателя к административной ответственности. Есть специальная статья в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, это 5,27. Часть первая предусматривает наказание в виде штрафа, но часть вторая позволяет органам прокуратуры в случае выявления повторного нарушения у того же работодателя за малый срок возбудить именно производство по части второй и направить дело для рассмотрения в суд для решения вопроса о дисквалификации руководителя вот этого предприятия. То есть, я так понимаю, что он может еще и лишиться своего кресла, да? В том случае, если он совершит аналогичное повторное нарушение. При этом мы не останавливаемся только на фактическом получении результатов судебного рассмотрения административного дела. Мы продолжаем контролировать, чтобы это лицо, которое дисквалифицировано уже, не продолжало осуществлять управленческую деятельность. А есть ли уголовная ответственность за невыплату заработной платы, например, за нарушение трудовых прав граждан? Да, уголовный кодекс статьи 145.1 предусматривает ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы. При этом изначально норма строилась таким образом, что за невыплату заработной платы свыше двух месяцев наступает ответственность. Теперь уже статья более расширена, позволяет судить о наличии признаков уголовного преступления и в действиях, допустим, работодателя, который частично выплачивает заработную плату в течение полугода. И общая сумма накапливается в баснословных размерах. Потому что раньше была такая уловка. Руководитель предприятий, допустим, он должен заплатить 15 тысяч, он платит 2 тысячи каждый месяц, чтобы уйти от ответственности. Ну и еще мер реагирования – это обращение в суд в интересах работника. Я так понимаю, что прокурор может обратиться в суд в интересах любого гражданина, независимо от его статуса социального, я так понимаю, да? Да, именно в статье 45 Гражданского процессуального кодекса указано, что прокурор может обратиться в защиту трудовых прав гражданина в случае обращения к нему с соответствующим заявлением. То есть нам нужно заявление от работника, что прошу обратиться в моих интересах в суд, допустим, взыскать заработную плату. Все для нас это уже однозначное основание для решения вопроса об обращении в суд. Спасибо. Я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по назору за соблюдением закона в социальной сфере прокуратуры Чувашьей Республики Александр Данилов. Как видим, вопросы, связанные с соблюдением прав граждан, по-прежнему являются актуальными. Порой возникающие проблемы приходится решать силовыми методами, привлечение правоохранительных контролирующих органов к ее решению. Все еще рассчитывать на высокую осознательность работодателей не приходится. Коммерческие цели порой оказываются выше не только моральных принципов, но и требований закона. В таких условиях важно держать руку на пульсе и своевременно обращаться в соответствующие инстанции защиты нарушенных прав. Нельзя допускать, чтобы работодатели привыкли к беззаконию, а исполнение элементарных обязанностей по отношению к работникам воспринимались как высшие блага и одолжения. Напоминаю, если у вас возникли неразрешимые проблемы с соблюдением ваших прав и незаконных интересов, которые требуют решения прокуратуры, вы можете обратиться к нам в редакцию программы «Правое поле». Сделать это можно по адресу город Чебоксары, улица Композиторах Воробьевых, дом 10 или по электронной почте tv-собачка ntrk21.ru непременно с пометкой «Правое поле».